Всем привет! И снова мы будем говорить про ArtFinder. Я надеюсь, что платформа вас заинтересовала, и вы даже уже написали заявку и отправили. А теперь самое важное. Как я всегда говорю, обязанность продавца, то есть обязанность художника, самому заниматься продвижением своего магазина. И сейчас мы поговорим про главные секреты платформы ArtFinder. Итак, что нам нужно знать, чтобы ваш магазин был видимым? Я поделюсь с вами пятью секретами. Да, даже не шагами, а действительно секретами, что можно делать внутри платформы. И это очень интересно. Итак, первый шаг. Заполненный профиль магазина. Ваша био, каталог работ, дополнительная информация об авторе и описание к работам. Но чтобы не быть голословной, я покажу сейчас вам профиль одного художника, у которого очень правильно и интересно заполнен профиль. Заполнен магазин. Готовы? Тогда погнали! Итак, художник Борис Кравченко. Да, я взяла именно его профиль, потому что вам станет понятно, что не только англичане, американцы или жители Западной Европы могут попасть на ArtFinder. Как он себя называет, бог Равченко. Зарегистрировался достаточно давно, в 2017 году. На сегодняшний день у него продана 431 работа. Сам он, сейчас мы это увидим, сам из Киева, в данный момент проживает в Соединенных Штатах Америки. Что мы видим? Заходим в его магазин сразу же. Очень такая яркая фотография автора. Хороший, хорошо сделанный баннер, который очень многое может сказать об авторе работ. Посмотрите на эту фотографию. Я абсолютно уверена, что вы поймёте, глядя только на фотографию, какое творчество у этого художника. Да, у него свободные, лёгкие и полные свободы картины. Значит, про работу мы поговорим отдельно. Сейчас давайте посмотрим. Раздел очень интересный. Я за работой. То есть в ArtFinder есть такая возможность разместить свою личную галерею. И вот здесь художник размещает информацию дополнительную о себе, которая может быть интересна его покупателям. То есть публикации в прессе, какие-то фотографии свои личные, награды. Раздел биография. Что мы здесь видим? Вот то, о чём я говорила. О том, что биография не должна быть длинной, не должна быть скучной. Здесь должны быть представлены самые важные вехи вашей биографии, которые касаются только искусства, только творчества. Обратите внимание, как заполнено левое поле. То есть представлены все социальные сети, в которых художник есть. Кстати, можно сразу перейти на сайт. К сожалению, что-то пошло не так. Сайт не работает. Но тем не менее. И ссылочка. Вот, видите, даже вплоть до карты можно посмотреть, где находится художник в данный момент. Отзывы о художнике. Очень высокий рейтинг, 4,9. Это очень хороший. И работы, которые сейчас продаются. Опять же, давайте посмотрим на работы. Как они оформлены. Но прежде всего, внутри магазина у художника есть каталог. И я рекомендую вам тоже сделать, когда вы будете оформлять свой магазин, не забывать про это. Что нужно оформить еще правильно каталог своих работ, чтобы покупателю было легче ориентироваться. Вот. Собственно, что я рекомендую вам, прежде чем начать заполнять свой магазин и думать над его оформлением, просто зайдите на главную страницу. Зайдите в раздел того вида творчества, в котором вы работаете. Ну, например, абстракция. И посмотрите несколько работ. Посетите несколько магазинов художников, которые появляются на первой странице. Для того, чтобы, ну, как бы у вас нагляделся глаз, как нужно правильно все оформлять. Так, надеюсь, с этим понятно, что магазин должен быть полностью заполнен. Теперь переходим дальше. Следующий важный момент, про который вы должны помнить, это ваши фотографии. Фотографии ваших работ и дополнительные фотографии. Недостаточно просто создать работу, картину. Вы должны сделать еще красивую фотографию вашего продукта. Почему это важно? Потому что, если не будет хорошего изображения, как же покупатель узнает, что действительно вы продаете? Почему я акцентирую на том, что нужны дополнительные фотографии? Потому что, вспомните, все сейчас находятся в онлайне. Все совершают покупки онлайн. Наверняка за последнюю неделю вы что-то купили онлайн. Вспомните себя, когда вы приходите в онлайн-магазин. Вы разглядываете, вы составляете мнение о продавце и о покупке, рассматривая фотографии. Соответственно, не ожидайте от вашего клиента иного поведения. Он ровно так же изучает вашу работу, пытается найти дополнительную информацию, убедить себя, что ему нужно ее купить. Поэтому помогите ему. Сделайте несколько красивых, хорошо составленных, продуманных фотографий для того, чтобы привлечь внимание к вашей работе. Собственно, важный момент, почему всегда рекомендуют использовать фотографии в интерьере. В контексте, где он может использовать эту работу. Потому что не всегда покупатель понимает, как же может вписаться в интерьер его картина. Поэтому картина, вписанная в интерьер, сразу же дает ощущение масштаба, глубины, помогает визуализировать картину в своем доме. Собственно, вот хороший пример абстрактной работы. Это из листинга я взяла фотографии, где не только показано, что можно в спальне использовать, можно вот в такой шикарной ванной комнате. Что вот как выглядит сама работа, как оформлены ее края, вот детали фотографии. И еще обратите внимание, художница очень правильно поступила. Она показала изнанку картины, но не просто так, она вложила свою визитку. И сразу хочется приклядываться и рассматривать, а что же там на этой визитке написано. И плюс, она показывает в своем листинге, дает фотографию сертификата подлинности. Подлинности. То есть на каждую картину художница выписывает сертификат. Круто. То есть все становится сразу понятно, как выглядит картина, какого размера, какие детали, какие мазки. И плюс еще сразу же покупателю приятно, что он купит не просто картину, а еще и сертификат соответствия. Собственно, здесь очень важный маркетинговый момент. Фотография поможет создать потребность. Не просто создает потребность, а помогает. Искусство приобретает смысл. Для многих это роскошная покупка, дорогая покупка. И да, я все время говорю это на уроках по маркетингу, о том, что картина – это не предмет первой необходимости. Покупатель должен провести долгую работу с самим собой, чтобы убедить себя приобрести картину, приобрести объект творчества. А вы, как автор, должны помочь ему, чтобы он решился все-таки это сделать. Поэтому демонстрация работ в контексте, то есть в интерьере, это отличный способ создать вокруг работы жизнь. Клиенты хорошо покупают стиль жизни. Делайте те интерьеры, которые как бы коррелируются с образом жизни вашего потенциального клиента, чтобы как бы он увидел похожую картинку, которая близка ему, я имею в виду интерьерно, и увидел, как он может преобразить свое пространство с помощью вашей работы. Ну и, собственно, как только вы создадите потребность, бинго, работа точно будет куплена. Ну, или, по крайней мере, покупатель захочет положить ее в свою корзину. Собственно, как маркетолог, я уже упоминала о том, что я могу сказать. И это касается не только ArtFinder, это касается любой площадки. Saatchi, Etsy. Когда вы начинаете подбирать интерьер, я рекомендую вам подумать, какой вы бренд и какой стиль жизни есть у ваших покупателей. Что вы хотите, чтобы ваше искусство говорило об вас и о ваших покупателей? Ведь да, вы создаете картину не просто так, вы создаете ее для того, чтобы она использовалась в определенном месте, в жизни определенного клиента. Подумайте, кто вы как бренд и что вы хотите этим сказать и где она будет использоваться. И это очень важный момент, потому что как только вы поймете, у вас сразу же вы поймете, в каком, какие вам нужны фотографии, в каком контексте. Когда вы будете фотографировать, хорошо продумывайте композицию, композиционно размещайте свои работы правильно, потому что не забывайте, да, интерьер показывает глубину, он нужен, но продаете вы вашу работу. в фотографии должна быть лаконичный фокус на работу. Самое оптимальное, опять же, очень сложно бывает подобрать интерьер, поэтому самое простое, что можно сделать, используйте нейтральный фон с минимальным реквизитом. Наверняка, даже дома у себя вы сможете это сделать. То есть не нужно создавать роскошные интерьеры. Хотя, да, хотелось бы это сделать, но не всегда есть возможность, время и финансы. Поэтому совет очень важный. Просто берите нейтральный фон и используйте минимальный реквизит, но реквизит подбирайте с умом, с учетом вашего личного бренда и покупателя, который захочет это все купить. Если у вас нет дорогой камеры, ну это старый совет, и повторю его, ничего страшного. Для дополнительных фотографий вы можете использовать свой обычный смартфон. Сейчас качество камер на любом смартфоне такое, что этого качества, этой фотографии достаточно для того, чтобы вы разместили фотографию в интернете, и она была интересной и красочной. Да, не забываем дополнительные снимки, чтобы показать текстуру. Можно показать, как оформлен край, и даже нужно показывать, потому что не каждый покупатель понимает, что такое галерейная обработка края. Вот. Чтобы покупатель увидел, на каком холсте вы сделали свою работу. Фотографируйте это и выкладывайте в описание вашей работы. Да, если у вас есть рамка, не забудьте сделать фотографию работы в рамке. Я уже упоминала о бренде. У вас есть ваш магазин, у вас есть ваши работы, у вас есть дополнительные фотографии. И знаете, что здесь очень важно? Что в этом пространстве, в рамках этого пространства, вы можете выразить себя, как показать свой личный бренд. Потому что инструментов для того, чтобы продемонстрировать себя, как художника, с определенной позицией и создать определенную репутацию, у вас достаточно много. То есть у вас есть и описание, и демонстрация работ. Поэтому помните, что не просто магазин, а это еще и возможность заявить о себе, как о бренде. Почему я начала говорить про бренд? Потому что бренд создает реальное доверие. Вот для многих из вас, ну или для некоторых, я не знаю, личный бренд может показаться просто набором слов, которые как-то трудны для восприятия. Для тех, кто не понимает, просто поверьте и потратьте некоторое время, чтобы обдумать свое позиционирование, свой личный бренд по очень простой схеме. Какова ваша личность? Какие ценности определяют вас, как художника? Фотографии все проверяйте на предмет. Фотография вашего продукта передает то, что... то, кем вы являетесь. Что делает вас уникальным? Собственно, продайте свою историю с помощью образов. Да, именно так. У вас есть возможность рассказать свою историю, историю себя, как личного бренда, с помощью образов, которые вы будете демонстрировать. следующие описания. Описания очень важны. Да, есть картины, просто вот картины, а есть к ним описания, которые помогают раскрывать смысл, что хотел сказать художник. Используйте эту возможность. Что рекомендуют на ArtFinder? Описания должны быть емкими, яркими и понятными. Максимум одно-два предложения. Что можно использовать в описании? В каком стиле написана работа? Описать композицию. Можно использовать ключевые слова или фразы, по которым люди ищут ваши картины. Например, там, абстракция, живопись, пейзаж или принт. Вот здесь я привела пример хорошего описания от художника Рональда Хантера. Здесь три предложения. Но, тем не менее, очень чётко понятно, что это некая абстрактная картина, которая выполнена в голубом цвете. Сразу же посмотрите на использованные слова. Illuminating blue oasis. Голубой оазис. И сразу же прям вот это не просто абстракция, а у вас возникают дополнительные образы, и вам хочется начать приглядываться к этой картине, чтобы посмотреть. Собственно, дальше описание, как сделана работа, что это акриловая краска использована, и текстурные материалы. Что это многослойная работа, и всё обрамлено в рамку из дерева. Вот всё очень чётко понятно, но не убавить, не прибавить. Поэтому стремитесь к похожим описаниям, когда вы будете описывать свою работу. Собственно, что ещё можно, что добавить? Делитесь своим вдохновением, рассказывайте, почему вы сделали эту работу, что вас вдохновило. Независимо от того, заставляет ли ваша история взглянуть на вещи по-новому, или вызовут ваши истории какие-то воспоминания. Рассказ должен увлечь клиента, заставить клиента увлечься вашим искусством и влюбиться в него. Что ещё может быть интересного, что можно ещё добавить в описании? Покажите, расскажите про ваш творческий процесс. Расскажите, как была изготовлена работа. Это ведь подчёркивает уникальность. А если это уникально, это дополнительный плюс к тому, чтобы клиент убедился в том, что вы профи и влюбился в вашу работу. Здесь художница, которая рисует, делает сложные принты, используя очень сложную технику с применением специальных химических реактивов. И вот она описывает, что работа, хотя здесь описан технический процесс, он описан так интересно, что ты сразу понимаешь, человек заморочился, чтобы сделать эту работу. Что это не просто там принт, а это две медные пластины, на которых специальными химикатами сделано травление. Скажу по секрету, что очень много принтов, которые именно сделаны на пластинах, для травления используют хлорин железа. То есть, ну, практически 80% кто делает принты такие сложные, они используют хлорин железа. Но она описала это так, что кажется, что это прям вот некое открытие, это очень уникально. Поэтому подумайте, что о вашем творческом процессе вы можете рассказать вашим потенциальным покупателям. Собственно, зачем это все нужно? Вы описаниями, картинками, дополнительной информацией вы помогаете клиенту обрести душевное спокойствие, чтобы он был уверен в покупке. Но ведь представьте, да, онлайн это все клево, но покупатель не может подойти и потрогать картину. Он не знает вас, он не уверен, отправив деньги, получит ли он работу, получит ли он то, что он увидел в интернете, будет ли это соответствовать. Очень много страхов у покупателя. Поэтому ваша задача в описании работы снять эти все страхи с помощью слов и с помощью картинок. Включайте все детали, которые могут преодолеть страхи. Показывайте, как выглядит физический размер картины, размеры, обрамления, указания о сроках доставки. Вы можете даже указать, каким перевозчиком будет доставлена ваша работа. Будете ли вы страховать ее или нет. Покажите процесс упаковки или просто фотографию упаковки, как будет упаковано, чтобы покупатель был уверен, что то, что он увидел, будет точно таким же, то, что он получит. Снимайте душевные боли клиента. Дайте ему спокойствие, дайте ему уверенность в том, что он делает правильно. Да, и еще в заключении такой небольшой лайфхак. Мотивируйте клиентов задавать вопросы. Собственно, все... Вот невозможно предугадать все страхи. Что у него в голове происходит? Ну, основные, это понятно. Оплата, соответствует ли действительности, подойдет, не подойдет, доставка, страхование и прочее. Что еще у него может возникнуть? Вы не сможете. Это даже, наверное, медиум не сможет сказать, что у миллионов покупателей в голове и какие вопросы могут возникнуть. Поэтому самое простое. Мотивируйте его задавать вам вопросы. Каждый листинг я рекомендую завершать приглашением перейти по ссылке контакты и спросить любой вопрос, на который ваш покупатель хочет получить ответ. Следующий важный момент. Теги. Да, теги решают все. Это ключевые слова. Ну, или почти все. Они позволяют повысить вашу узнаваемость, помогают потенциальным покупателям найти вашу работу среди десятков, тысяч, тысяч похожих работ, которые размещены на ArtFinder. Собственно, правильные теги гарантируют, что ваша работа появится в результатах поиска по ключевым словам. Собственно, что нужно делать? Давайте вот несколько правил. Это еще пока не про теги, а вообще просто правила размещения тегов. Загружая листинг или карточку продукта, кому как нравится, проверьте, доступна ли ваша работа по тем тегам, которые вы указали. То есть вы можете там много тегов придумать, но перепроверьте себя. Может быть доступна по этим тегам ваша работа. То есть что вы делаете? Просто тег вбиваете в поиск. И далее смотрите, вообще такой тег существует или нет. Может вы придумали такой, которого вообще нет. И почему? Да, с одной стороны хорошо, потому что тег уникальный. С другой стороны плохо. Чем плохо? Тем, что если никому это в голову не пришло, кроме вас, вероятность того, что вот найдется второй человек, который вот ровно так же составит тег, очень низка. Да, что не нужно делать? Тегать собственное имя. Artfinder это не приветствует и снижает, понижает выдачи магазин, который так делает продавца. Не отмечайте слово Artfinder. Это ровно так же, как вот слишком хитрый, уникальный тег понижает шансы на то, что вас найдут. Ровно так же слово Artfinder в тегах просто лишает актуальности вашу работу. Artfinder не любит, когда ссылаются на него. что я хотела вам сказать, когда говорила проверяйте теги. Вот, к примеру, я как покупатель ищу, ну вот, захотелось мне найти красного моряка. Я вбила это в поиск и сразу же мне выдалось очень много работы. Что я вижу? Что именно в названии картины не только в тегах есть моряк. Посмотрите, как хитро работает поиск. И сейчас дальше мы поговорим. И в этом как раз таки уникальность Artfinder. Моряк появился в названии картины. Я искала просто вот моряка. Он появляется в названии картины. Мы видим, что он появляется и в тегах Red Sailor. Круто? Круто. Поэтому вашу картину именуйте таким образом, чтобы отчасти название картины могло быть преобразовано и трансформировано в теги. Собственно, если пока вам сложно подбирать теги, на самом деле нужно всего лишь заполнить описание ну, наверное, там к 20-30 картинам, а дальше все будет проще. Если же вот пока возникают вопросы и не совсем все понятно, вот такой небольшой лайфхак. Если не знаете, как подобрать тег, проанализируйте 5-7 работ конкурентов, тех, которые вываливаются в самом начале, посмотрите, как они делают описание, какие теги они используют, и возможно, частично вы сможете использовать эти теги и у себя. собственный лайфхак наоборот. С чего нужно избегать? Избегайте избыточных тегов. Что такое избыточные теги? то, что общепринятые какие-то слова, которые не отражают сути вашей работы, а больше джанковые их еще называют эти теги, которые не дают никакой информации прежде всего для искусственного интеллекта, для робота, который анализирует запросы, и не для покупателя. То есть доступная, доступная живопись, фотография, дешевая, премиальная, уникальная. Это теги избыточные, и если вы будете их использовать, так как автомат уже настроен на то, что он отсекает избыточные теги, он просто будет не видеть ваш магазин, и вы понизитесь в выдаче. Собственно, да, повторяющиеся комбинации для робота, артфайндера или искусственного интеллекта, будут робот или искусственный интеллект артфайндера, повторяющиеся комбинации воспринимает как избыточные теги. Ну, к примеру, голубая кошка, написанная там с прописной или с заглавной буквы, кошка, голубая, голубая кошка, видите, просто переставили и все равно остается голубая кошка, рисунок кошки, уникальный рисунок кошки, ну, и так далее, что избегайте, не надо этого делать, не лишайте возможности ваш магазин быть в начале выдачи, подбирайте теги правильно. Вот, уже отчасти я сказала, джанковые, избыточные, плохо сужают результаты поиска, потому что они обо всем, а задача робота сузить и дать покупателю на любой релевантную работу. Вот, согласитесь, доступная живопись, она никак не сужает результат поиска, поэтому для робота это плохо. Создание описательного описания повышает уникальность вашего произведения искусства. Вспомните про красного матроса. И это важно, когда придет время искать, что нельзя делать. помещать теги из одного слова в поле описания. Думая, надеясь на то, что робот не заметит, и это повысит уникальность для него. Это важный момент. Не пытайтесь обмануть робота. Искусственный интеллект настроен очень четко. Описание работы должно быть описанием работы. Просто в описании вставить теги нельзя, не получится. Робот сразу же поймет, что его хотят обмануть. И просто вы не будете показываться в выдаче поиска. Вот, собственно, это важный момент. То есть не избыточные, джанковые, и не пытайтесь обмануть робота. И будет вам счастье. Как работает искусственный интеллект? Уж коль про него мы заговорили, вы должны понимать, что он ищет, анализируя название продукта, имя художника, описание, теги, название категорий. И здесь очень важно, чтобы свою работу вы разместили в правильной товарной категории, в каталоге. Название темы, которое вы изобразили, это пейзажи, обнаженная натура, архитектура и так далее. То есть он проходит по каждому полю и ищет соответствие. и чем больше соответствий внутри вашей работы поиску, который задал покупатель, тем выше ваша работа будет показываться. Да, и напоследок еще очень важный момент, практический лайфхак. Очень важно разместиться в правильное время. В какое время? А вот на этот вопрос не ответит никто, кроме вас, потому что вы должны понимать, что ваша целевая аудитория заходит на сайт и ищет работы в определенное время. И тогда, да, если вы уже изучали и посмотрели, как работает поиск, вы увидели, что новинки появляются на первых страницах поиска. Поэтому важно еще как бы думать как свой покупатель, понять, когда он заходит, в какое время суток, в какие месяца он лучше, в какой день месяца он лучше покупает. Да, это тоже можно предугадать, но здесь все очень просто. Зарплата бывает либо два раза в месяц аванс и непосредственно сама зарплата получка, в советские времена так называли, либо в конце месяца, в начале месяца. Кто ваш покупатель? Он работает по найму или же он собственник бизнеса? в любом случае покупают, как мы помним, картины это не предмет первой необходимости. Их покупают сознательно и когда есть свободные деньги. Поэтому свободные деньги бывают тогда, когда получают зарплату. Поэтому здесь все очень легко. День месяца можно высчитать. Но год, время года тоже картины лучше покупают тогда, когда делают ремонты. Покупают под определенные события, когда хотят сделать подарки на Новый год, на Рождество, на Пасху, на Мецееву, к примеру, тоже могут сделать. Почему бы нет? В общем, подумайте. И все, что для этого нужно, это просто стать маркетологом самому себе. представить своего покупателя и понять, как он мыслит, как он выбирает и как вам нужно стать самым правильным и верным выбором вашего покупателя. Ну, собственно, на этом все. Если остались вопросы, пишите, делайте задания и увидимся на следующих лекциях. Пока-пока! на следующих лекциях. Пока-пока! 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 Продолжение следует...